Соответствующие поправки в краевой закон внесли депутаты ЗСК на очередном заседании 27 октября. Изменения вступили в силу через 10 дней после официального опубликования. К слову, ажиотажа в алкомаркетах сегодня утром замечено не было. Более того, многие продавцы отделов, где можно купить спиртосодержащие напитки, и вовсе не знали об изменениях. На стенах красовались старые объявления о времени продажи алкоголя. Чтобы узнать, как сочинцы относятся к увеличению временного промежутка для продажи алкоголя, мы пообщались с прохожими. Я не вижу ничего плохого в этом, что продают алкоголь на сколько-то, два часа раньше. Тот, кто ищет, тот всегда найдет его в любом случае. Нормально я к этому отношусь. Я не сильно пьющий, если выпивают, чаще всего в каких-то заведениях, которые работают и после 11 вечера зачастую. Негативно. Почему? А как же новогодние праздники? Потому что алкоголь нужно делать самостоятельно, я считаю. Самогонные аппараты самые актуальные на сегодняшний день, так как цены повышаются. Во всей стране так продают, поэтому положительно. Спасибо. Как сообщили в Краевом департаменте потреб сферы и регулирования рынка алкоголя, снятие дополнительного ограничения увеличит время продажи в легальном секторе экономики, что позволит снизить количество нарушений в части незаконной розничной продажи алкогольной продукции. Приведение времени продаж к федеральному значению создаст условия для здоровой конкурентной среды. Кроме того, по мнению руководства Краевого департамента потреб сферы и регулирования рынка алкоголя, нововведение положительно повлияет на деятельность местных товаропроизводителей, так как более 20% реализуемой алкогольной продукции производится на территории края. Ксения Синявская, Дмитрий Петри, Алина Тищенко. Время новостей.